Беларусь 4 В Гомельском дворце легкой атлетики сегодня стартовала спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Соревнуются девушки и юноши 2004-2005 годов рождения. За награды в общем зачете борется 21 спортивная школа, по три от каждой области, а также города Минска. Гомельский регион представляет победитель областной спартакиады Центр Олимпийского резерва по легкой атлетике, а также призеры. Гомельская издюшор профсоюзов СОШ и Светлогорская издюшор номер 3. Напомню, что недавно год СОР по легкой атлетике был назван лучшим в стране по подготовке резерва. На республиканской спартакиаде гомельчане намерены оправдать это звание. Тем более, что выступают они на родной арене. Они стали победителями областных соревнований, с очень неплохим отрывом набрали очков. Ребята готовы, в принципе, травм особых не было, поэтому посмотрим по протоколам итоговым. Борьба за награды предстоит не шуточной, а летом в Швецию состоятся балтийские юношеские игры. Спортсмены этой возрастной категории отправятся на этот старт. И отбор в сборную команду начинается уже сейчас. Мы сейчас будем смотреть, то есть как-то где-то присматриваться к детям. Кто-то уже выступал в прошлом году, кто-то сейчас будет и начинает только выступать. Поэтому я думаю, что будем раскрывать таланты, смотреть на них и включать нас в команду. Сегодня прошли состязания по многоборью, беговым дисциплинам, спортивной ходьбе, прыжкам в высоту и длину. Завтра в программе бег, спортивная ходьба, а также прыжки с шестом и тройной прыжок. В Гомеле проходит областное первенство по боксу среди молодежи. В турнире участвуют более 50 спортсменов 2001-2002 годов рождения. Сильнейшие боксеры отсутствуют. Они сейчас находятся на сборах в национальной команде в Египте. Успешно выступившие на областном первенстве поедут на первенство Белоруссии. Показавшие себя на республиканском уровне получат билет на чемпионат Европы. Участников у нас более 50 на этих соревнованиях. Ну, хочу сказать, что, в принципе, состав у нас неплохой. Два человека наши сейчас отсутствуют. Они в составе национальной команды участвуют в учебно-тренировочном сборе в Египте. В составе национальной команды. Ну, я думаю, что перспективы такие саморадужные на первенство Республики Белоруссии. Готовимся. Я скажу, что мы, если их сравнить, то, допустим, на Олимпийских днях молодежи мы были первыми, на Кубке были первыми. То есть, ну, довольно-таки прилично выглядим. Значит, у нас, из региона у нас, в принципе, здесь все представлены наши регионы, которые развиваются. Это и Светлогорск, и Жлобин, и Мозырь, и Ветка, и Октябрьский район. Вот только вот сейчас мальчишка выступал в первой паре, если бы снимали его. Вот, и Лельщицы. Так что, в принципе, все наши регионы задействованы здесь. На турнире будут выступать и девушки. Правда, только в финалах. Конкуренция в этом возрасте у них слабая. Среди юношей лидеров стараются не выделять. В финалах сильнейшие определятся сами. Большинство из ребят уже знакомы друг с другом. Нередко вместе тренируются. Хотя, например, Александр Каревский со своим соперником никогда раньше не встречался. Но уже готов к поединку. Ты уже встречался со соперником, который у тебя будет на финале? Нет. Ну, знаю, что он много двигается повыше меня ростом. Ну, я подготавливаюсь, получается, когда стою там в парах с кем-то или просто имитирую. У меня пока что время есть. Вот я сейчас буду больше тоже двигаться, ну, поджимать и работать через живот и так далее. Финалы первенства области пройдут 18 января. Начало в 11 часов. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова